С вами Hype Trend. В каком государстве хранятся книги про конец света? Какое государство может реально править всем миром? И в какой стране живут только миллионеры? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в этом выпуске. И что объединяет все эти страны? Они очень маленькие. 5 самых маленьких стран этой планеты, объединенных самыми невероятными особенностями прямо сейчас. Чтобы всегда быть в тренде, подпишись на канал, нажми на колокольчик и смотри крутые выпуски первым. Окей, начнем. На пятом месте у нас Тувалу. Тувалу очень маленькое тихоокеанское государство. Его общая площадь 26 квадратных километров. Проживает в этой стране всего 10 тысяч человек. Даже в некоторых университетах студентов учатся больше. Кстати, вот вам очень интересный факт. Тувалу относится к числу самых бедных стран мира. И эта страна была бы еще беднее, если бы руководство страны не догадалось сделать одну хитрейшую штуку. Официальный интернет-домен этой страны, ТВ, и государственные лидеры для победы над бедностью догадались выставить на торги национальную доменную зону ТВ. Покупатели очень быстро нашлись, так как окончание для сайта ТВ звучит идеально для телевизионных компаний и видеосайтов. Сейчас Тувалу ежеквартально получают по несколько миллионов долларов в обмен на право мировыми компаниями использовать доменную зону ТВ. Вот такая гениальная сделка. Так что деньги можно найти где угодно, главное правильно искать. Идем дальше. Науру. Государство на острове в западной части Тихого океана, площадью 21 квадратный километр. Население всего 9 тысяч человек. Науру самая маленькая независимая республика в мире. Самое маленькое государство остров, самое маленькое государство океане и самое маленькое государство за пределами Европы и единственная в мире республика без официальной столицы. Если вас когда-нибудь спросят, про какое государство на этой планете можно чаще всего сказать самое маленькое, то смело называйте Науру. Продолжаем. Теперь третье место. Монако. Монако это княжество, ассоциированное с Францией. Монако расположено на юге Европы, на берегу Средиземного моря. Площадь 2 квадратных километра. Однако не думайте, что это такое село, в котором просто стоят несколько домиков и живут пенсионеры. Треть населения страны – миллиардеры. Остальные две трети – миллионеры. Да, это страна, в которой живут только самые богатые люди планеты. Да-да, не удивляйтесь. Здесь расположены самые дорогие в мире казино, которые затыкают даже Лас-Вегас. Каждый человек, которого вы встретите на улицах Монако, даже если он выглядит очень просто и скромно, на самом деле богатейший человек с многомиллионным состоянием. Так что это самая настоящая страна богачей. Кстати, напишите в комментариях, в какой стране мира вы больше всего хотели бы побывать. Идем дальше. Конечно же, на втором месте у нас Ватикан. Ватикан – государство, находящееся внутри Италии. Площадь Ватикана – полкилометра. Вы только представьте себе, это даже меньше футбольного поля. Население – 800 человек. Как вы знаете, Ватикан – это центр христианства. И в Ватикане живет Папа Римский. Но интересен здесь другой факт. Под Ватиканом расположена самая секретная в мире библиотека. В ней находятся книги, которые были созданы еще в самом начале времен. Эти книги находятся под строгой секретностью. И всего несколько людей этой планеты сумели их прочесть. Эти книги находятся под постоянной стражей и скрытой самой лучшей системой защиты. Никто не знает, что можно прочесть в этих книгах. Но говорят, что эти книги рассказывающие о том, как действительно все устроено на этой земле. Существует ли бог и дьявол на самом деле? И если да, то как с ними общаться напрямую? А также рассказывают, когда на самом деле наступит конец света. Впрочем, это уже совсем другая история. Книги Ватикана хранят ответ на любой вопрос. И именно поэтому они являются самым страшным оружием, который только существует в этом мире. Поэтому лучше им оставаться непрочитанными. Ну и первое место. Самое маленькое государство Европы и всего мира. Мальтийский орден. Как и Ватикан, Мальтийский орден находится внутри территории Рима. Площадь территории этого государства 120 квадратных метров. В ордене состоят 12 тысяч человек, которых можно считать гражданами этого государства. Что интересно, этот орден существует около тысячи лет. Но по очевидному факту проживать все там они не могут. Во времена средних веков он назывался Орден Госпитальеров и участвовал в крестовых походах. Говорят, что когда крестоносцы смогли захватить у мусульман Иерусалим, то Орден Госпитальеров сумел найти несколько древних христианских реликвий, которые оберегали вместе с Орденом тамплиеров. Если вы играли в игру Assassin's Creed, то вы должны знать о том, каким могуществом в прошлом обладали эти ордена и какое влияние они оказывали на мир. Ставь лайк, если твой город больше, чем государство Ватикан.